Дачный сезон Под лапником им безусловно дышатся свободнее. Даже почки вон как набухли. А вот плотную шубу из неприродного материала долой. Опилки также аккуратно разгребаем, но это еще не все. Видишь, какое уплотнение? Вот тут у нас лед. Вот этот лед, который тоже мешает дыханию почвы, дыханию корневой системы розы. Выпримание ей обеспечено. Но мы этого не допустим. И поможет нам в этом чудо-препарат карбамид. 20-25 граммов на квадратный метр будет достаточно. Вообще карбамидом в данное время еще можно почву удобрять? Света, дело в том, что в данный момент необходимо вообще карбамидом разбросать по всему огороду. Карбамид является не только как минеральным удобрением, но и как хороший стерилизатор всех наших фильтарников и деревьев. Так что не жалея сил, отправляемся посыпать весь участок. А там, где толстый слой снега, необходимо провести аэрацию. Там внизу уже под этим снежным покровом начинается обрезовываться протание. Скапливается вода. И вода эта никуда не уходит. А сверху, особенно ночью, когда идут заморозки, то здесь создается корка. И корка создается приличный такой слой корки. И туда вода не уходит, и сюда вода не поднимается. И растение задыхается. Следовательно, снежок протыкаем и карбамидом посыпаем. Единственные растения, которым карбамид вреден, это хвойные. Следовательно, их не трогаем. Ну вот, Света, пока мы с тобой подкармливали, что-то подкармливали, что-то, значит, аэрацию снежного покрова проводили, теперь давай посмотрим, что произошло с нашей с тобой рукой. Видишь, если все правильно делать, то роза он... Ой, подай-ка мне ручку. Держите. Распустилась. Вот это такого быть не может. Ты видишь, прямо на глазах. Не может такого быть. Ну, ты видишь, Света, она распустилась. Да, это вы шутите. Да, Света, сфера мы брели тебя. Спасибо. Если вы все правильно сделаете, и ваши цветы будут так же весело распускаться. Света, сфера, 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 с